Здравствуйте, дорогие друзья! Это рубрика «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». И с вами я, священник Иоанн Тераутс. Поступил вопрос, где же современные великие святые в церкви, которая призывает вообще к святости? В данном случае хочется вспомнить слова из пятикнижья Моисеева, из книги Левит. «Будьте святы, потому что я свят». А также из Евангелия от Матфея «Будьте совершенны, как Отец ваш совершенен есть». И из Евангелия от Луки «Будьте милосердны, как Отец ваш милосерден есть». Мы вспоминаем эти небольшие, на самом деле, отрывочки из Ветхого Завета и из Евангелия для того, чтобы увидеть какую-то принципиальную связь между ними. Итак, святость. Когда мы с вами обращаемся к житиям святых, а такой вопрос обычно возникает у людей, которые пристально знакомятся с этими документами, то, конечно, мы сталкиваемся с агеографической литературой. Это особый жанр. А географическая литература — это никогда не биография. А география — это жанр, предполагающий показать читателю крайне положительные стороны жизни того или иного святого. А также показать ему, ну почему этот человек признан церковью святым, почему она его прославила. Поэтому очень часто мы с вами не будем находить каких-то отрицательных моментов из жизни святого. Более того, мы даже не будем видеть, а какая борьба с грехом у него происходила. В некоторых житиях святых мы с вами будем вообще видеть святого как какого-то нечеловека. Ну, точнее, сверхчеловека, который, родившись, уже не ест от груди матери в среду и в пятницу. Уже воздерживается, уже постится. Уже не играет со своими сверстниками. Святой он с самого детства, даже помимо своей воли, стал святым. Но на самом деле, когда мы знакомимся с вами с трудами самих этих святых, мы видим, что все не так просто. Что они борются со своими искушениями, страстями, грехами. Что многие святые приходили к вере в Иисуса Христа с очень большим багажом греха, падений. И придя к вере, они не сразу от него отпали. Не сразу вся эта шелуха, накипь, если можно так назвать, отпала от их сердец. И очень долгое время, и много трудов было положено на то, чтобы это изменилось. Это первое. Второе. Я предлагаю нашим слушателям и зрителям посмотреть дневники Иоанна Кронштадтского. В свое время они вывели меня из состояния близкого к такой серьезной печали. Дело в том, что, учась в семинарии, я лично думал о себе следующее. Как я могу стать священником? Зачем я пошел в семинарию? Во мне много того, чего я духовного не умею. Я не так умею молиться. Я не такой терпеливый человек. Есть какие-то проявления характера, которые мне бы хотелось изменить, но которые мне пока не под силу сделать. И это вводило меня в какую-то степень печали. Я хотел бы послужить в церкви, но вижу, что очень много каких-то... Ну вот особенно молитва не удается в том формате, в котором мне бы хотелось. Как бы я ее видел в идеале. И как я ее видел в житиях святых. И тогда мой преподаватель дал мне почитать дневники Иоанна Кронштадтского. И я увидел, что это такой человек, как мы с вами. Он не сделан из другого теста. Он на кого-то раздражается. Он иногда проявляет свою... Борется со своим характером. Кается, что он когда-то съел лишнего. Нарушил пост. Еще что-то произошло. Раздразился на нищего. Но в то же время Иоанн Кронштадтский исцеляет больных, воскрешает мертвых. А я этого не делаю. Значит, во мне что-то не так устроено. Значит, я как-то не так понял тему святости. Святость — это посвященность Богу. Святость — это близкое общение с Ним. Это любовь к Богу. Это нерафинированная безгрешность. Нет человека, который бы жил и не согрешил. Потому что один Бог без греха. Поэтому, когда мы говорим о святости, нужно говорить о следующем. Первое. Все христиане святы по снову апостолу Павла, потому что посвящены Богу. И Господь их усвоил себе. Это первое. Второе. Свят тот человек, который старается приближаться к Богу. Старается измениться. Старается прийти к покаянию, смирению и стяжать добродетели. И я желаю всем нам стать святыми Божьими. Но и самое главное. Современники святых людей зачастую не знали, что они святы. И только впоследствии, когда эта мозаика их добрых дел, когда сам Господь открывал этих людей, эти прекрасные шедевры Духа, открывал нам с вами как пример, тогда люди осознавали в этих людях святых. Храни вас и Господь. До новых встреч.